Так получилось, что российское кино, явившее и шедевры, и имеющее огромный потенциал, который упирается в банально, в отсутствие денег, и, так сказать, в свободы для продюсеров, в свободы экономические прежде всего, стало ареной для разногласий идеологических, и художественных, и небескорыстных споров. Ситуация с Левиафаном об этом только это и подтверждает. И в то же время то самое пресловутое отношение Запада к России, предвзятое, на мой взгляд, оно выразилось в том, что вот сейчас нас по линии кино могут, так сказать, что называется, гнобить или ущемлять. На самом деле, я-то знаю, у нас великолепное кино, особенно документальное. Документальный фестиваль документального кино, Нардок Фех, замечательный, и тоже вызывающий разногласия и ущемление финансирования. Я вижу в нашем кино огромный потенциал, пусть это не звучит благоглупо и слишком патриотично, но я об этом так и говорю, потому что знаю, и все знают, и лучше меня знают, какие экономические и технические, назовем так, толерантно препятствия сегодня есть у кино. То есть то отражение экономики, ситуации в экономике, которая сегодня, значит, имеет место и вопиюще, так сказать, зафиксировано, это впрямую бьет по кино. А потенциал творческий есть великолепный. Есть и артхаусное кино, так называемое кино для узкого круга, и кино и народное, и широкое кино. И не надо монополизировать в лице каких-то совсем единиц и классиков, и корифеев, не надо монополизировать право на создание хорошего кино в России.